В разных уголках земного шара происходит нечто необъяснимое. От Якутии до Ямайки люди слышат странный леденящий душу звук. Где-то он похож на металлический скрежет, в другом месте на стук гигантского механизма. Очевидцы снимают устрашающее явление на видео и выкладывают в интернет. Таких роликов сотни. Непостижимый звук вызывает сильнейшие вибрации, пронизывающие все тело. Его источник определить не удается. Одни свидетели думают, что шум идет из-под земли. Другие слышат его с небес. Власти хранят молчание. Ученые встревожены. Объяснения происходящему нет. Но версии самые мрачные. Либо это стонет Земля, что может предвещать резкую смену магнитных полюсов, литосферный сдвиг или нечто похуже. Либо над планетой в параллельном измерении висят огромные невидимые корабли инопланетян. И это шум их двигателей. Вселенная недружелюбна. Она таит множество опасностей для голубой планеты, где существуют уникальные условия для жизни. Одна из таких угроз – таинственная десятая планета Солнечной системы. Она же планета Икс или Нибиру. Планета Нибиру – еще есть другие названия. Это вообще-то десятая планета. И поначалу ее звали Трансплутон. То есть в переводе – за Плутоном. Это вот как бы научное название, предварительное. У астрологов оно есть. Вот эта вот планета. Ее назвали Прозерпина. Писатель Захария Ситчин обнаружил в Берлинском историческом музее уникальный артефакт. Шумерская печать 3 века до нашей эры. На ней изображена схема Солнечной системы, где небесных тел на одно больше, чем известно. Эту загадочную десятую планету шумеры называли Нибиру. Место, где обитают боги, сотворившие людей. Он стал свидетельствовать о том, что якобы в древних шумерских памятниках, которые он изучал, есть упоминание о Нибиру. Что эта планета дала выходцев анунаков, которые прилетели на Землю, которые как раз формировали первую цивилизацию еще до цивилизации атлантов, существовавшую на Земле. Планета Нибиру окружена множеством тайн, как и сама шумерская цивилизация. Шумеры появились в долине между реками Тигр и Ефрат на территории современного Ирака 8 тысяч лет назад. Этот народ был искушен в науках и ремеслах, имел законы и культуру. Но шумеры никогда не приписывали себе эти достижения. Как значится из их клинописных табличек, все дали боги, прилетевшие с небес. В свое время они были прообразом тем самым пантеонов и шумерских богов, которые потом переползли в вавилонских, потом в греческих, в римских. Тип-эндонт, все одни и те же боги, по-разному называющиеся. Десятая планета якобы имеет очень необычные астрономические условия. Она вращается не только вокруг Солнца. У Солнца есть двойник, погасшая звезда. Расчеты некоторых ученых это подтверждают. Это мертвое светило и есть основное Солнце для Нибиру. Есть некая планета Нибиру, которую называют еще планетой Х или 12-я планета. Там разные системы числений, которая имеет достаточно большой период обращения вокруг двух Солнц, нашего Солнца и второго Солнца, которая на самом деле уже погасшая звезда, и поэтому мы ее не видим, она находится достаточно далеко. Орбита планеты Нибиру такова, что раз в 3600 лет она приближается к нашей Солнечной системе и проходит очень близко от Земли. Это означает, что она движется вокруг Солнца по какой-то орбите, которая является чрезвычайно вытянутой. То есть она подходит к Солнцу на расстоянии, где-то сравнимое с тем, что Земля, то есть одна основная единица, а уходит от Солнца, ну, например, если период 20 тысяч лет, так вот называется, то она уходит на, извините, 740 основных единиц. То есть в 700 как раз дальше, чем Земля. Для сомнения, Плутон всего в 40 раз дальше, чем Земля от Солнца. То есть это означает, что на этой планете условия физические, вообще для существования, крайне резко меняются, во-первых, и во-вторых, большую часть своего времени, они крайне неблагоприятные для развития чего-то ни было. При таких условиях жизнь на мифической планете Нибиру в какой-то момент становится невозможна. Так далеко от звезды слишком холодно. Но у Захария Ситчина есть ответ, как обитатели Нибиру, анунаки, справлялись с этой проблемой. На Нибиру якобы существует искусственная оболочка из золота. Она экранирует смертельные космические лучи и хранит тепло и атмосферу. Этот золотой щит постепенно изнашивается. Обитатели Нибиру исчерпали все золото из своих нетов. Спасением для них стала Земля. В момент изближения планет они прилетали к нам и тоннами добывали золото. В свое время, собственно говоря, анунаки были хозяевами людей, участвуя в том числе в выведении людей, как рабов, собственно говоря. А поскольку физически они крупнее людей, условно говоря, где-то рост 2,5-3 метра у них, то им было несложно управлять людьми. В шумерских хрониках обозначен момент, когда анунакам надоело самим трудиться на золотых приисках. Они решили создать рабов. Эти тексты поразили современных генетиков. Там подробно описано появление людей. Бог Энки поместил ДНК богов в яйцеклетку африканской обезьяны. И это существо стало человеком. Они здесь жили и руководили. То есть не все, конечно, а часть этих анунаков жили на планете Земля в виде богов, а люди для них добывать золото. Поэтому с тех пор, собственно говоря, золото и является чем-то таким ценным для людей. Считается, что планета Нибиру массивнее и больше Земли. Ее вторжение в ближний космос приведет к колоссальным катаклизмам. Нибиру, как более сильный магнит, может стать причиной смены магнитных полюсов Земли. Это приведет к исчезновению магнитного поля, благодаря которому держится атмосфера и не проникает смертельная космическая радиация. Возможно, вот планета Нибиру, назовем ее так, как ее называют все, и как она известна всему человечеству сейчас. Так вот, эта Нибиру, которая будет пролетать, заденет либо земную атмосферу, и, естественно, начнутся необратимые явления. То есть произойдет столкновение, в результате которого вся среда земная, вся атмосфера поменяется с плюса на минус, с минуса на плюс и так далее. Но если Нибиру уже не раз возникало на горизонте, это могло отразиться в истории глобальными катастрофами, землетрясениями, цунами, вулканической активностью. И как минимум одно подтверждение тому есть. Это извержение вулкана Санторин 3600 лет назад. Крупнейшее подобное событие античного времени. Мы видим также аномальную сейсмическую активность и в последнее время. В последние несколько недель наблюдаются таинственные звуки такие, например, во всей Коста-Рике, то есть от одного края Станы до другого. Причем это не связано ни с морским прибором, это можно в интернете, все это есть. И эти звуки сейчас наблюдаются вообще по всему миру, потому что когда плиты атмосферные движутся, одни сжимаются, другие растягиваются, то возникает масса побочных эффектов. Скептики возражают. Если бы планета Нибиру существовала и приближалась к Солнечной системе, ее уже можно было бы видеть в телескоп. Скрыть наличие столь массивного небесного тела невозможно. Помимо профессиональных астрономов, которые могли бы участвовать в заговоре молчания, за звездами наблюдает огромная армия любителей. Самое первое упоминание об этой планете, такое уже из проверенных источников исходящее, относится к 1983 году, когда аппаратура НАСА вычислила какой-то невидимый объект, который передвигается в космосе, который напоминает планету. Через два года эту планету сотрудники НАСА наблюдали в сверхмощные телескопы. Они пытались что-то об этой планете узнать, как-то ее описать, но все их попытки оказались тщетными и безрезультатными, ни к чему не привели. Пока Нибиру никто не зафиксировал. Эксперты по древним текстам утверждают, телескопы и не смогут этого сделать. Золотой щит якобы отражает радиосигналы, а земные аппараты иначе определять существование космического тела не умеют. А Нибиру, ее же описывают как, что она больше Земли, то есть ее бы уже давно наблюдали, если бы она вот-вот должна была прилететь и устроить нам конец света. Так что конец света будет, но не от Нибиру. Остается обратиться к нетрадиционным источникам, экстрасенсам. По их данным, планета Нибиру уже находится в границах Солнечной системы. Это не конец света совершенно. Конец света – это когда Солнце перестанет светить. Солнце будет светить прекрасно себе после этого. Это глобальный катаклизм. Согласно их предсказаниям, до 90% людей, не сразу, ни один момент, но в течение, скажем, лет 2-3, 5-10, после этого сгинут с лица Земли. Изыскания Захария Ситчина о планете Нибиру популярны. Но многие эксперты считают, что существует путаница и подмена понятий. Американский журналист Ситчин неправильно перевел шумерский язык. Слово Нибиру в древних летописях действительно есть. Но что оно означает? Никакой планеты Нибиру не существует и не существовало в природе. Была некая планета Фаэтон, которая в свое время потерпела также катастрофу и превратилась в пояс астероидов. Этот пояс до сих пор могут наблюдать астрономы в свои сверхмощные телескопы. Ну так, эта планета Фаэтон, которая, возможно, также была приспособлена для жизни, она могла столкнуться, по расчетам астрономов, могла столкнуться с Землей и вызвать необратимое явление. По основной научной теории, много тысяч лет назад орбиты нашей планеты и Фаэтона проходили так, что возникала угроза столкновения. Земля захватывала Фаэтон в гравитационную ловушку. Оторваться он был не в силах. По счастью, траектории движения планет совпали не полностью. Фаэтон только коснулся поверхности Земли. Наша планета пострадала не сильно, а Фаэтон разорвало на куски, которые сейчас летают между Марсом и Юпитером и все еще представляют опасность для Земли. И предполагают, что это остатки той самой планеты Фаэтон, которая взорвалась. И вот от этого Фаэтона отделилось множество астероидных тел, причем разнокалиберных, разноразмерных, которые некоторые представляют себе метеоритные варианты, то есть твердые тела из железа, из различной скремнии и так далее. Но как древние цивилизации узнали о катастрофе? В старинных хрониках написано, что людям обо всем рассказали боги. После великой катастрофы прервалась связь с их родиной, планетой Фаэтон, которая кое-где называется Нибиру. Боги остались на Земле и смешались с людьми. Сам механизм отклонения планеты от своей орбиты пока еще не совсем понятен многим ученым, в том числе астрономам. Но они продолжают исследовать этот процесс, из-за каких причин, из-за каких ситуаций планета может отклониться от своей орбиты. Так вот, возможно, либо сам Фаэтон отклонился от своей орбиты в силу ряда причин, либо он столкнулся с Нибиру или с какой-то другой планетой, которая потом была названа именем Нибиру и тоже сошла со своей орбиты. И в результате этого произошла гибель Фаэтона. Это одна из гипотез. Некоторые ученые принимают такую версию и считают, что незадолго до катастрофы жители Фаэтона побывали на Земле. Создателем этой теории является советский ученый Матест Менделеевич Агрест. Проанализировав текст Библии, он пришел к выводу, что большинство чудес, описанных в этой древней книге, дело рук инопланетян. Начиная с создания человека разумного. Если мы отвергаем, а, кстати говоря, вынуждены отвергать теорию Дарвина о происхождении видов, как совершенно необоснованную, то другого ничего не остается, как только рассмотреть вопрос об убыстренной эволюции, которая не могла быть естественным, таким случайным путем осуществлена. Значит, каким-то образом были изменены генные структуры живых организмов на Земле, в том числе те, которые привели к возникновению человека. Все ли обитатели Фаэтона погибли? Или же часть из них создала огромный космический корабль, раз в 3600 лет пролетающий мимо Земли, чтобы забрать у людей накопившееся золото? Кстати, это не самая невероятная теория. Золото из-за своих свойств незаменимо в космическом кораблестроении. О летописи говорят, человечество было колонией инопланетных захватчиков. Может ли это повториться? Вот поставлен конкретный вопрос. Опасны ли для нас инопланетяне, и могут ли они нас захватить? Или поработить? Понимаете, получается две вещи. Нас проще было захватить и поработить, скажем, раньше, скажем, в первой половине 20 века, там в 19 веке. Есть еще второе соображение, это рост человечества. Потому что сейчас нас на Земле порядка 7 миллиардов человек. Еще несколько десятилетий назад нас было гораздо меньше. Если в космосе существуют иные цивилизации, которые достигли такого уровня технического развития, что могут долететь до Земли, следовательно, они намного опережают нас во всем остальном. Никто не знает, с какой целью на Землю явятся инопланетяне. Судя по наблюдениям астрономов, наша голубая планета – чудесный оазис жизни в глубинах космоса. На наш мир могут покуситься внеземные агрессоры. Они, даже если они сейчас за нами наблюдают, как видите, они в нас не вмешиваются, в нашу жизнь. Я так понимаю, что особо Земля никому инопланетян так особо не нужна. А если и нужна будет, то они найдут, как с нами договориться. Но будут ли вообще с землянами о чем-то разговаривать? Феномен НЛО считается порождением 20 века, когда технический прогресс и научная фантастика сделали колоссальный рывок вперед. На самом деле, недавно появилось только название – неопознанные летающие объекты. А сама тайна НЛО – древнее, чем человечество. Скорее всего, они на Земле были. Но они были несколько тысяч лет назад. Сейчас вот то, что они летают, значит, каждый день их кто-то видит, а женщин похищают, и они рождают детей от инопланетян. Ну, по-моему, в это даже мужья не верят. Серьезно изучать НЛО начали после Второй мировой. Совпали три условия. НЛО стали чаще появляться, особенно вблизи военных баз. Улучшилась техника и связь. И началась холодная война. Загадочные аппараты наблюдали вблизи стратегических объектов, в космосе, атмосфере и под водой. Их движение противоречило всем законам физики. Их поведение было непонятно и подчас опасно. Основная версия – это корабли инопланетян. Если посмотреть на научный компонент, то мы очень легко увидим. Современная наука, астрофизическая, она отнюдь не отрицает факта множественности миров. Но почему она отрицает феномен НЛО? Наука отказывается признавать существование внеземных цивилизаций по одной простой причине. Неопознанные объекты появляются рядом с планетой, в воздухе или в воде. Реже на орбите Земли. А в космосе их никто не видел. Ученые не знают, каким образом эти корабли путешествуют между мирами. Впрочем, есть одна теория, пока не доказанная. Считается, что НЛО используют так называемые кротовые норы или червоточины – пространственно-временные туннели, пронизывающие Вселенную. Они должны использовать совсем другие технологии, совершенно другие принципы и перемещения, и в пространстве, и во времени. Используют совершенно другие энергии, а отсюда мы для них почти не существуем. Они настолько могущественны и нас, что они спокойно, совершенно могли бы нас, условно говоря, растереть одним своим ластиком, но это им не нужно. Долгое время лидеры стран держали в тайне факты об НЛО. Однако сегодня с развитием средств наблюдения и связи их стало невозможно отрицать. И мировые правительства приняли новую тактику. Неведомые корабли называют природными явлениями – секретными спутниками, шпионами, метеозондами или военными экспериментальными аппаратами. Так легче было объяснить агрессивное поведение неопознанных объектов. Разумные силы космоса, я думаю, сейчас уделяют человечеству повышенное внимание. Чем дальше мы идем по пути так называемого научно-технического прогресса, тем ближе мы к краю подходим. 1982 год. 50-я дивизия РВСН Прикорпатского военного округа. Неожиданно над командным пунктом появилось несколько аппаратов явно искусственного происхождения. И сразу после этого начали происходить невероятные вещи. Загорелось табло пуск. Все системы готовы были сработать. Вернуть контроль над ядерным комплексом удалось только после того, как НЛО также внезапно исчезли. Разведке СССР стало известно, что аналогичный случай произошел на ракетной базе вооруженных сил США. Внезапное появление НЛО в районе командного пункта, затем срабатывание автоматизированной системы управления в режиме боевая готовность. И только повторный контроль позволил избежать ядерного пуска, который неизбежно привел бы к началу Третьей мировой войны. Это говорит о том, что и в смысле такой железочной технологии разумные силы, которые прилетают к нам, если это так и есть, настолько могущественны, настолько совершенны, что нашими пукалками, хотя мы их называем ядерным оружием, каким-то жутким, жестким излучением, лазером, нечего бояться, так сказать. Ну, нечего у нас бояться. Эксперты вынуждены были сделать шокирующие выводы. Какая-то третья сила проверяет на прочность ядерные замки двух сверхдержав. И военные, и серьезные ученые готовы были согласиться с тем, что мы во Вселенной не одни. При этом аналогичные действия в сторону НЛО не давали никакого результата. В уфологии описано массу случаев агрессии со стороны людей по отношению к НЛО. Летчики стреляли, с земли ракетами в них пуляли, лазером в Южной Африке осветили, ослепили и так далее. В 1995 году появились знаменитые черно-белые кадры, где запечатлено вскрытие инопланетянина и обломки летающей тарелки. Речь идет о якобы одном из четырех пришельцев, чей корабль в июне 1947 года рухнул под американским городком Розуэлл, штат Нью-Мексико. Фермер Уильям Брейзел нашел на своем ранчо серебристый дисковидный объект и множество непонятных обломков. Там рухнул американский военный зонд Могул, созданный для шпионажа за советской ядерной программой. Разговоры об этом происшествии попытались отвести как можно дальше от ядерных войск. В районе базы Розуэлл в 1947 году, и в тот период это была единственная база в мире, где базировались американские бомбардировщики стратегически с ядерным оружием. Американцы сделали вид, будто заполучили обломки корабля инопланетян и даже одобрили съемки фильма об этом. Запись недокументальная. Это подделка. Так же, как и появившаяся недавно в интернете видеосъемка допроса одного из выживших серых человечков. При ближайшем рассмотрении видно, что это кукла. Однако эти разговоры были небеспочвенны. Считается, что с 1947 по 1952 год 16 НЛО реально разбились в США. Американские военные якобы заполучили 65 трупов внеземных существ, и один пришелец был взят живым. По причине чего Штаты и совершили прорыв в технологиях. Американцы это поняли, и поняли об этом от немцев, которые занимались исследованиями исторических документов по присутствию инопланетного разума на Земле и их формы, техногенные формы развития. Так вот, они, приняв эту эстафету, сейчас уже имеют технологии создания дискообразных аппаратов, которые летают с очень высокими скоростями. В 1953 году президентом США стал генерал Дуайт Эйзенхауэр. В том же году в США на секретные базы попали еще 26 трупов пришельцев и 4 пленника. Ими занялась сверхсекретная структура Маджестик-12. Затем на орбите Земли возникли крупные космические корабли. Они установили радиоконтакт с правительством США. А уже в 1954 году стали делать пробные приземления. Администрация на уровне президента приняла ряд решений. Одно из таких решений, мне представляется, было простым. Создание центра, специального центра по изучению феномена НЛО. Впоследствии этот центр получил развитие. Это зона 51, которую американцы создали в Неваде. Именно там, в этот момент, и стал создаваться именно этот центр. Туда были, как говорится, в сконцентрированном виде доставлены обломки аппаратов и тела погибших геманоидов. Считается, что контакт с инопланетянами состоялся. Пришельцы встретились на военной базе с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром и договорились о сотрудничестве. Рухнувшие НЛО были их дипломатическим подарком. Они передали свои технологии и взамен хотели получить разрешение ставить эксперименты на людях. Можно сомневаться, было ли это на самом деле. Но секретную военную базу, которая занималась изучением НЛО, президент Эйзенхауэр действительно посещал. Эйзенхауэр выразил желание непосредственно посмотреть на тела гуманоидов, то есть посмотреть на материальные основания. Вот материальные артефакты, которые имеются в распоряжении американского правительства. Тем более он был человек военный. Я думаю, что вот этот вот факт этого визита, может быть, на открытии этого центра, он как бы и вошел в некие анналы. О нем стали говорить, обсуждать. То есть вот визит президента в этот центр. Сотрудничество инопланетян, которые якобы были родом со звезды Бетельгейзи и американских спецслужб, со временем оказалось под угрозой. Первыми его нарушили пришельцы, устроив настоящую охоту за гражданами США. Инопланетяне изначально обязались возвращать похищенных домой. Однако все больше людей пропадало без вести. Но земляне были намного слабее старших братьев по разуму. Долгое время на инопланетный беспредел приходилось просто закрывать глаза. То мы для разумных сил космоса. Просто нас нет. Плесень, ничто. И если мы существуем уже многие тысячи лет, человечество на планете Земля, и нас никто еще не стер, то и не сотрет никогда. Пока мы сами себя не уничтожим, а вот сами себя уничтожить мы с удовольствием можем. Рассматривается три вероятных сценария инопланетного вторжения. Один – прилет монстров, вооруженных неведомым сверхмощным оружием, уничтожение всех людей и переоборудование планеты под иную форму жизни. Второй – вселение в человеческое тело чужого сознания с помощью компьютерного чипа или неизвестной психотехнологии. Да, многими из нас просто можно управлять при помощи силы мысли, а вовсе не электромагнитных каких-то излучений, нацеленных там, так сказать, каким-то растробом там или там антенной. Это наша технология, земная, очень примитивная. А высшие технологии не нуждаются во вселении в наши тела. А не просто мысленно могут менять, чуть-чуть сдвигать что-то. Третий способ вторжения – это незаметное проживание среди людей и пропаганда идей, что человек одинок во Вселенной. Насколько вероятно, что ваша или моя личная встреча с пришельцем на протяжении нашей жизни – это гораздо более вероятно. Более того, нельзя не сказать, что вы с ними уже встречались, но просто этого не знаете, потому что, в общем, замаскироваться под человека... Солнечная система вместе со всеми планетами совершает оборот вокруг центра галактики. Это путь очень далекий и медленный. Наш оазис жизни в космосе подстерегает множество опасностей. Никто не знает точно, что они собой представляют. Век человечества слишком недолог. Однако, можно быть уверенным, есть нечто страшное, о чем мы пока не подозреваем. На Земле, это уже очевидный факт, было много цивилизаций, ни царств, ни каких-то культурных, скажем так, культурологических цивилизаций, а цивилизаций глобальных. Их было много. Лемурия, Гондвана, Гиперборея, там Атлантида, которая является кусочком, собственно говоря, Гиперборея, это оставшийся какой-то и так далее. Где они? Даже следов не осталось. Есть версия, что причина участившихся катаклизмов на нашей планете космическое электромагнитное возмущение, в область которого уже вступила Солнечная система. Галактические вихри влияют на планету изнутри. И это только начало. Планета будет поставлена в режим ожидания. Но уже вся планета и все человечество, оно будет знать, что да, что-то будет происходить. Вот эти события могут начаться, скажем, буквально, или могут произойти в течение ближайших двух-трех недель. Так сказать, они могут произойти. Вот за этим можно, как говорится, посмотреть и понаблюдать. Вот. Вот мое такое представление. На территории Северной Америки вокруг величественных пирамид жили индейцы майя. Дата 21 декабря 2012 года взята из их календаря. Именно в этот день заканчивается пятая эпоха в жизни человечества. Казалось бы, ничего страшного нет, потому что за ней последует шестая и седьмая. Но древние пророчества гласят, переход будет сопровождаться сильными природными катаклизмами. Информация, которая существует в календаре майя, нам говорит о начале какого-то нового периода, периода, во время которого человечество поднимется на иной уровень развития. Каков будет этот уровень развития? Каким будет это человечество? Мы будем свидетелями процесса перемен. В соответствии с астрономическим календарем майя, 22 декабря 2012 года, в день зимнего солнцестояния, якобы луч энергии из центра галактики пройдет через Солнце и пронзит Землю. Такое происходит каждые 26 тысяч лет. Наша планета попадет в зону невиданного электромагнитного излучения. Так называемый просветный луч. Это известный эффект возрастания концентрации энергии. Он используется в радиосвязи и радиолокации для усиления слабых сигналов. Просветный луч обладает такой мощностью, что может разрушить ионосферу, атмосферу и даже кору Земли. На сегодняшний день мы вступили в период, когда нам прогнозы известны. Этот прогноз на конец декабря 2012 года. Ждать осталось недолго. Даже если древние тексты переведены неправильно, нет дыма без огня. Уже звучат официальные заявления астрофизиков о вхождении Солнечной системы в особую область галактики. Существует такая гипотеза, что календарь Майя был создан не самими представителями цивилизации Майя, а они получили его в дар от более высокоразвитых своих предшественников или, скажем так, наставников. Ученые предполагают, что Солнечная система может проходить, например, через участки астероидных облаков. Однако космические камни-убийцы можно хотя бы рассмотреть в телескоп. Ежегодно на земную поверхность из космоса приносит 100 тонн межпланетного вещества. В основном это мелкие метеориты, часть которых сгорает в атмосфере. Опасность для Земли представляют астероиды и кометы. Они состоят из камней или металла и достигают сотен метров в диаметре. В данном случае наиболее активные угрозы, наиболее такие животрепещущиеся угрозы астероидные, кометные. Это астероиды, это тела, которые летают. У нас в Солнечной системе есть два пояса. Есть астероидный пояс между Марсом и Юпитером. И есть пояс Койпера, который идет за Ураном. Там тоже интереснейший пояс, но пояс представляет собой гантельную систему. К Земле несется гигантский астероид Апофис. Его диаметр составляет 320 метров, а масса 50 миллионов тонн. Названный в честь египетского бога мрака и ужаса, этот камень грозит врезаться в Землю со скоростью 45 тысяч километров в час. Если астероид не изменит орбиту, 13 апреля 2029 года он попадет в гравитационную ловушку Земли и ровно через 7 лет встретится с нашей планетой. Последствия будут ужасны. А якобы в 36-м году он уже ударит по Земле. Это опасно, потому что он намного больше тоннгусского материта. Единственное, что мы, конечно, не можем сейчас с такой точностью мерить. Поэтому и 29-й год все-таки предсказывается не очень точно. Год-то предсказывается точно, а вот как он пройдет от Земли. А 36-й, тем более не точно, потому что там повлияет еще притяжение Земли в 29-м году. Так что, в принципе, эта опасность есть. Она может уничтожить человечество так же, как уничтожила динозавров. Наша планета уже не раз переживала падение крупных астероидов. Подобный удар 65 миллионов лет назад уничтожил ящеров и сделал условия на Земле непригодными для их обитания. Более мелкие камни оставили на поверхности множество кратеров. За последнее столетие произошло как минимум четыре серьезных столкновения астероидов и метеоритов с Землей. 1908 год. Падение Тунгусского метеорита. Крайне странное происшествие. Исследователям так и не удалось обнаружить следы самого небесного камня ни в самой воронке, ни далеко вокруг. Один из моментов, что инопланетяне взорвали этот английский метеорит. И он нецентрализованно упал и мог бы повредить земную твердь и тем самым уже развитые цивилизации. И упал-то он в какой-то там, извините меня, местности, совершенно не населенной, аборигенами, типа Чукчи. И еще их там, ну, сотни человек всего лишь проживало в этом месте. Вот, и нанесли им ущерб только. Ну, он был взорван, так вот, предполагается, что это и есть такая гипотеза. В 1913 году крупное небесное тело упало в бассейне Амазонки. Были жертвы среди населения. В 1947 году метеорит упал на территорию Приморского края в западных отрогах Сихоте-Алиня. По дороге к Земле метеорит рассыпался на сотни тысяч обломков и выпал огненным дождем. Тоже удивительное совпадение. Действительно, тут будешь верить Богу, потому что действительно как-то спасает пока все человечество. Смотрите, все крупные небесные тела, которые в последний век рухнули, это Тунгусский метеорит, Витимский метеорит и Сихоте-Алининский. Они все упали вот в такие места, вот как нарочно прям. Природа выбирала такое место, куда бы шарахнуть, делали людей поменьше живет. Ученые разрабатывают несколько способов, как не допустить столкновения космических камней с Землей. К опасному астероиду предлагается послать ракету с ядерным зарядом. Взрыв может уничтожить само тело или просто отклонить его орбиту. Отправить корабль, который выйдет на орбиту астероида, будет вечно на ней вращаться, и траектория таким образом изменится. Установить на астероиде солнечный парус. Проблема в том, что сегодня никто на Земле не знает, как прицелиться в летящий астероид, а тем более высадиться на нем. Человечество, возможно, еще найдет выход из этого тупика, и либо ему помогут некие высшие разумные силы в виде инопланетян или кого угодно. Мы пока не знаем, что это за силы будут, но, возможно, эти силы, которые, как многие эзотерики считают, наблюдают за нами и нами руководят, как-то нам помогут отойти от края пропасти и не броситься в нее вниз головой, что было бы весьма печально. Жизнь имеет внеземное происхождение. Это доказали ученые университета Аризоны в США. В марсианском метеорите, найденном в Антарктиде, они обнаружили аммиак, азотосодержащее соединение. Азот входит в состав ДНК разумной жизни. Возможно, жизнь попала на Землю из глубин космоса во время метеоритного дождя. Я так думаю, что если прилетают сюда эти бактерии, то, может быть, для того, чтобы улучшить наш организм, сделать его более сильным, более устойчивым ко всяким воздействиям в виде паразита. Но метеориты и астероиды неоднократно становились причиной гибели этой жизни. Биологи установили, опасные вирусы могут попасть на Землю вместе с метеоритами. Микроорганизмы мутируют и ищут новую среду обитания. Самый идеальный может стать человек. Возможно, смертельные инфекции, ВИЧ, атипичная пневмония и птичий грипп имеют космическое происхождение. А грипп испанки был занесен тунгусским метеоритом. В 1973 году известный английский физик григо-американский биохимик Оргил опубликовали гипотезу, что происхождение жизни на Земле дело рук внеземной цивилизации с помощью космического аппарата, пославший на Землю семена жизни. Главные аргументы присутствие во всех живых организмах Земли редкого для ее недр металла молибдена, а также единый генетический код, что якобы доказывает происхождение жизни от одного единственного микроорганизма. Опровергнуть эту теорию никто не смог. Пришельцы, которые якобы заключили договор с президентом США, опасались, что вскоре взорвется звезда Бетельгейзе, самое яркое светило созвездие Орион. Земные астрономы недавно открыли, что оно действительно вскоре переродится в сверхновую звезду, произойдет взрыв, который будет виден из других галактик и всплеск смертельного космического гамма-излучения, от которого нас никто не сможет защитить. Бетельгейзе, буквально в начале 2011 года опять астрономы начали бить тревогу по ее поводу, сказали, что она находится на грани взрыва, у нее уже звездная оболочка раздулась до размеров сравненных с Солнечной системой, а до Бетельгейзе, по-моему, если я не ошибаюсь, 600 световых лет. Это по галактическим меркам, да, это буквально рядышком. Эти убийственные частицы проникают даже сквозь магнитное поле Земли. Они слишком малы, чтобы защитная оболочка препятствовала им. По воздействию на нас рождение сверхновой будет близко к чернобыльской аварии. Но от большей части радиации нас сможет защитить атмосфера, если взрыв не будет достаточно сильным. известные в истории земной жизни массовые вымирания были вызваны именно вот этим. То есть близкими вспышками, когда в основном гамма-кванты в меньшей степени нейтронные значения проходили по Земле, в общем, вымирало 4 пятых и больше всего, что на Земле тогда жило. Гамма-всплеск в космосе. Это вспышка, превосходящая по мощности энергии в секунду излучения нашего Солнца за всю его жизнь. Их обнаружили случайно. Американские военные специалисты отслеживали гамма-всплески от советских ядерных испытаний и запустили для этих целей несколько спутников. Долгое время Пентагон был в ужасе. Аппараты фиксировали по несколько гамма-всплесков в месяц. Позднее оказалось, что это не подземные взрывы боеголовок, а взрывные процессы в космосе. Сейчас на орбите находится спутник Свифт, который отслеживает эти явления. Каждая из них в любой момент может уничтожить жизнь на Земле. И мы знаем, что это чрезвычайно катастрофическое явление. То есть взрывается звезда. Грубо говоря. На самом деле это либо столкновение двух нейтронных звезд, либо взрывы гиперновой звезды. От нее идут два джета гамма-излучения. Если Земля попадет в этот джет, если этот взрыв будет не так далеко в нашей галактике, то от всего живого на Земле просто ничего не останется. Никто не знает, сколько еще опасностей подстерегает колыбель человечества во время путешествия во Вселенной. Например, загадочные объекты, квазары. Так называют ярчайшие звездные скопления, в центре которых находятся черные дыры. Недавно американские ученые обнаружили, как один далекий квазар поглощает соседнюю галактику. Он вытягивает щупальца туманности, и галактика засасывается в черную дыру. Астрономы пытаются понять, что при этом с ней происходит, и не грозит ли Земле подобная участь. Некоторые квазары порой меняют свою яркость, разгораясь или становясь бледнее безо всякой причины. Эксперты считают, квазар ведет себя как гигантское разумное существо. Не исключено, что он когда-нибудь сожрет и Солнечную систему. А мы, возможно, об этом даже не узнаем. Продолжение следует...